Железный мотоцикл Обновленную модель Honda CB450K1 И вместе с ней в продажу поступила и универсальная версия Honda CL450 Буквы CL у всех моделей Honda как раз таки обозначают скремлер Хотя компания в 67 году для модели Honda CB450K0 Предлагала и внедорожный комплект Который пользовался неплохим спросом Поэтому было решено официально выпустить скремлер как отдельную модель Субтитры создавал DimaTorzok Скремлер по технической части не сильно отличался от дорожной модели Он имеет тот же двухцилиндровый 4-тактный 445 кубовый двигатель С двумя верхними распредвалами и воздушным охлаждением За питание отвечают два 32-мм карбюратора Keihin Силовая установка выдавала 45 л.с. максимальной мощности при 9000 оборотах в минуту Что составляет почти 100 л.с. на литр И 37 ньютон-метров крутящего момента на 7000 Снаряжённом состоянии CL450 весит 188 кг БАК вмещает 14 литров Максимальная скорость составляет 150 км в час В стандартной комплектации и с хорошо настроенными карбюраторами Хотя CL450 как и CB450K1 получил новую 5-ступенчатую коробку передач В отличии от 4-ступенчатой у предшественника Этот мотоцикл всё равно был не рассчитан на трассы А больше на грунтовки и лёгкое бездорожье Поэтому любителям хайвеев была адресована дорожная модель CB450 Которая обеспечивала более спокойную езду на высоких скоростях Угл Habяевск Разгония 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 Субтитры сделал DimaTorzok Стрэмблера ничем не отличалась от дорожной версии, состоялась из обычной телескопической вилки и двух амортизаторов сзади. За торможение отвечали те же барабаны, а вот выхлопная система отличалась. И вместо низковисящих труб по обеим сторонам, CL450 получил чисто скрэмблеровский выхлоп, две высокозадранные трубы на левой стороне мотоцикла. А чтобы от водителя и пассажира не запахло жареным, они имеют специальные защитные экраны. Также универсальная модель получила и усиленный роль, появилась перемычка посередине. Субтитры сделал DimaTorzok Технически CL450 оставался почти без изменений вплоть до 1974 года. Однако внешне, со временем, он все больше отличался от своего родственного мотоцикла. В то время как CB450K3 в 70-м году перешла уже на передний дисковый тормоз, Honda решила сохранить CL450 с двумя барабанными тормозами. Дисковые тормоза были довольно новой технологией на мотоциклах и не зарекомендовали себя при езде по бездорожью. CL450 Scramber выпускался в серебристом, ярко-красном и ярко-синим цветах. Окрашивались только бак и крышки воздушных фильтров, которые были отдельными для каждого карбюратора. Продолжение следует... В 75-м году Honda сняла с конвейера CB450, а вместе с ним и CL450. Так как выпускавшийся параллельно 1971 года четырехцилиндровый CB500 просто вытеснил младшую модель. Хотя Scramber можно было бы и оставить, потому что замена с четырьмя цилиндрами естественно не появилась. Сегодня уже старичок CL450 все еще остается популярным надежным мотоциклом среди любителей вседорожных байков. И многие из них до сих пор используются в любительских гонках по пересеченной местности. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok